Эта музыка здесь играет. Приятная. Ладно. Я хочу начать вот чего, ребята. Когда вы планируете что-то в вашей команде в регионе, когда вы строите какие-то цели или планы, может быть, вы обращались когда-нибудь к интернету, к ресурсам, где можно что-то подчеркнуть, почитать интересное. Я это делаю регулярно. И не то чтобы прям к удивлению, но замечаю такую тенденцию, что и нет почти ничего такого, что подходит для нашего служения. Если вы забьете в поиски какого-нибудь, скажем, учения о поклонении, повылезает кое-что интересное. Но именно то, что для служителей, то есть какая пища вот для тех, кто занимается этим постоянно. Не для церкви, кто просто приходит поклоняться, а для нас, кто приходит туда служить. Вот если вы забьете в поисковой системе учения о поклонении, я был удивлен, там в десятке как бы первой, по-моему, 5-7 уроков наших, в Московской Центре Христа. То есть это говорит о том, что никто это вообще не делает. Ну как в наших, Каноменко проповедует, Ваня Лишенко, там мои уроки, там Олег Мелькаев где-то там взяли. Наши люди такое чувство, что только единственные об этом думают. И по этой причине вот мы снимаем сейчас все, он снимает не для того, чтобы там выкинуть церкви. Но реально это очень хорошая пища, особенно для тех ребят, кто в маленьких церквях, откуда им все это брать. Мы можем им это дать. В общем, поэтому, собственно говоря, поэтому беда у нас в стране, по примеру, с русскоязычными какими-то уроками. Поэтому надо изобретать самим. Я сам их заберел сегодня. Будем читать. Из-за того, что скоро Новый год, я хотел, чтобы это было очень запоминающийся вам. Я выбрал в качестве структуры в проповеди сегодня цитаты из фильма «Чародеи новогодний», которые вы много раз увидите в следующий месяц по телевизору. Так вот, когда вы будете это видеть, вы будете вспоминать, о чем вы теперь разбивали. У меня три с половиной пункта, я вам скажу. Помните момент, когда фильм через стену проходил? Веришь в себя? Вот. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствия. У нас сегодня есть три пункта. И потом четвертый маленький коротенький пункт. Главное, чтобы костюмчик сидел. Об этом поговорим. Так что зафиксируйте себе, и мы начнем. Видеть цель. Я надеюсь, что ваше служение в прославлении не рутина. Не просто формальный подход. Но я и то умею делать. В мою дырку заткнули, и я пою. Я надеюсь, что у вас есть другие чувства, когда вы думаете о вашем служении. И я надеюсь, что это связано с какими-то вашими мечтами, амбициями какими-то. Что бы вы хотели, что бы вам предложить. Что вы не равнодушный исполнитель, а как-то человек, имеющий какое-то видение. Давайте посмотрим второй отверг. Эта книга не имеет. Вторая глава, стих 12. Вторая глава, стих 12. Если вы помните, не имея был в виночерке у царя. Но во второй главе здесь есть история, где он приезжает в Иерусалим, стены которого разрушены. Помните это? То есть, не помните, вспоминайте. Он приезжает, и вот в 12-м тихе здесь сказано следующее. Встал я ночью, ну, как бы, открытание мины, письма. Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного уже не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И дальше рассказывается, что они поехали там с маленькой-маленькой группой людей, они поехали вокруг города. Они смотрели в каком-то состоянии разрушенной стены после вот этой разрушения, да? И он написал, я никому не говорил, я никому не говорил, я просто ездил и смотрел. Заметьте, то есть это происходит тогда, в случае с Неимеей, когда даже намерка нет на какое-то восстановление стены. Никому эта идея даже в голову не пришла. С городом все плохо, он разрушен. Но Неимея поехал на каком-то животном, то ли это лошадь, то ли это острый какой-то невестный. В общем, поехал осматривать и получил какое-то видение. И он озвучил за свое видение лидером Израиля тогда, когда оно у него было в голове уже полностью сформировано. Он пришел и сказал, вот что мы будем делать. Видеть цель. То есть я хотел именно с этого начать, потому что здесь есть классное место мыслей. Не имея, не действовал сдуру. Знаете, как у нас бывает иногда? А давайте вот это сделаем. А давайте. Вы начинаете это делать и через какое-то время приходите к моменту, что что-то надо ли было. Он не действовал сдуру, он действовал продуманно. Он не был профессиональным строителем. Иногда нас смущает то, что мы можем что-то придумать, что к нам отношения не имеет. Это не так страшно. Он выносил этот план. Все начинается с тайной мечты. И вопрос, который я вам хотел задать. Есть ли у вас какая-то тайная мечта, связанная с вашим служением? Да. Никому не говорите. Когда вы думаете, скажем, о вашем регионе или как-то, может быть, какими другими категориями мыслей, это даже не важно. Вы думаете о том, как Бог может использовать лично вас. Или что может произойти в вашей группе, в вашем регионе, в студентах, еще какой-то группе, в церкви, да? И Бог положил вам это на сердце, как здесь не имеет. И это очень тайно. Это ваше личное. У меня такие мечты есть. Они тайны, поэтому я вам не буду говорить. Но у меня есть видение, что может произойти. Вот есть я, вот есть наша церковь, вот есть мой регион, вот есть наши люди. Я же думаю о том, что может, куда это может все привести. И здесь я более-менее хотел сказать вам что-нибудь, если кто-то смело представить себе, как земли в будущее, если можно так сказать. Просто представить себе какую-то перспективу, отбросив сомнения о том, что она неисполнима. Просто вот безудержно представить себе, как это может быть круто. Следующий отрывок, Амос 3 глава стих 3. Очень классный отрывок. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. И здесь мы от такой безудержной мечты переходим к тому, что нам надо что-то с этим сделать. Для этого нужно хотя бы двое, которые друг с другом договорятся. И вот есть такой маленький пунктик, я называл так, озвученные цели. Есть тайная мечта, а есть озвученные цели. Это те вещи, которые мы можем обсуждать, скажем, в нашей команде, чтобы договориться, что мы на самом деле вместе делаем. Как будто на берегу договориться. Если мы посчитаем про неимение истории дальше, мы видим, что он договорился не со всеми. Большинство людей сказали, о, круто, будем строить стену. Несколько человек, четверо, по-моему, сказали, не, мы не будем строить стену. Это похоже на заговор против царя, там еще чего-то. И так никогда и не присоединились к нему все равно. Но с теми, с кем не имея договорился, они достроились до конца. Причем довольно быстро. Вопрос ко всем. Я думаю, вот это важный вопрос. А чувствуешь ли ты себя в единстве со своей командой? А договорился ли ты со всеми о том, что вы делаете одно дело? Мы говорим о старой составе, мы говорим, что мы расширяемся, как бы новые люди. Это очень важно, что мы все, как в командах наших, действуем очень слаженно. И чувствуешь ли ты себя частью команды? Или ты просто приходишь туда, ну, как штатная единица какая-то? Разделяешь ли ты видение? Разделяешь ли ты цели? Разделяешь ли ты концепцию? Разделяешь ли ты планы? Согласен ли ты с видением человека, который ведет все? Я очень ядый сторонник открытости в этом вопросе. Я только считаю, что ребята, которые есть на этой команде, всегда знают, о чем мы заняты. Мы, например, говорим, что в этом году вот наши основные моменты. Инференция, например, вот это там. Это собрание, это собрание, это вещи старостепенные. Людям вот проще понимать, что хочет от них. Видишь, да? И тогда это проще разделить. Это всегда сложно, когда ты в какой-то тайне находишься. А что будет дальше? А куда мы вообще все идем? Я поэтому спрашиваю у вас. То есть, если это нет, то надо сделать, чтобы вы в команде были одним целым, как три половинки одного и второго. Здесь, наверное, очень уместно сказать про то, что в командах бывают конфликты. Вы говорят конфликты? Да. Какие конфликты? Конечно, они вчера зарубились просто нахудшали. Все смотрели. Смотрите, ребята, конфликты — это как раз признак того, что люди не договорились. Пойдут ли двое, договорившиеся с ними за собой. И если вы здесь просто никуда не пойдете, то есть вы давно будете оптаться, разбирая ваши какие-то внутренние радости. Кешатся, да? Есть вещи, которые очень тормозят процессы. Конфликты – это одна из этих вещей. Еще вещь, который тормозит процессы, это когда мы начинаем пальцы гнуть. Бывает такое, что пальцы гнутся? Вот когда пальцы гнутся, это все очень сильно тормозит все процессы. Когда начинается, типа, а это я не буду, а это я не буду. Знаете, есть понятие «технический райдер» и «бытовой райдер». Что я таких понимаю? Это какая-то группа, скажем, выступает, и технический райдер очень понятны. Инструменты такие, комбики такие. «Бытовой райдер» — вот здесь чаще всего видно, как группа обвинет свои пальцы. Я недавно скачал один райдер в известной группе, посмотри, чем они там играют. Сколько там бутылок воды на сцене, сколько там гребенки, какие номера в гостиницах, какой коньяк и всякое такое. То есть, вы знаете, что наш «бытовой райдер» в церкви, фактически, может равняться нулю. Если есть какой-то намек, что «не условия не созданы», или «я с этими людьми пою, мама дорогая». Это все как бы пальцы гнутся, знаете? И эти вещи как раз признак того, что двое не договорились друг с другом, и вдаль не пойдут, поверьте. Я не знал, делиться я в этом или нет, но он в стриме посадился и решил поделиться. У меня есть, ну, если вы знаете, я почти три месяца назад получил травму, я технически не могу пальцы гнуть. На самом деле. У меня есть какая-то аллегория. Уже три месяца прошло, уже выглядит хорошо, но еще болит. И знаете, каждый раз, когда… Хочется. Хочется занятой мелочи. Знаете, это смешно, потому что если я это сравниваю, как упал, божало вплоть. Знаете, вот такая вещь, которая… Она тебя достает периодически. И вот я играю на гитаре, он болит всегда. Ну, не так, конечно, болит, что я падаю в агонии там. Нет, конечно. Но это как постоянная боль. То есть ты проходишь, как бы, вот, играя. Ускорнялочка такая. Ускорнялочка. Чтоб я знал, да, что если я по ножу промахнулся чуть-чуть еще, то мог бы вообще не разгибаться же палец. Правильно? Потому что я должен быть благодарен. Понимаете? Да. А то, что ну да, ты не будешь играть, как играл раньше, но… Печалка. Понимаете, то есть… Вот так вот спадешься. Я почему говорю? Я говорю, что не надо пальцы гнуть. Я говорю всем, в зависимости от того, что сейчас у меня пальцы нет, потому что каждый человек подвержен искушению. Ну и горден по отношению к людям в своей команде. Я с удивлением увидел в одной команде такое соперничество между сестрами. Вообще. Выяснение отношений, кто круче поет. Ну это как? Все эти вещи очень затуманивают взгляд, куда вообще направляться. То есть мы не те вещи, которые нас должны отвлекать. То есть у нас есть цели, у нас есть высокие цели. Мы ведем с этих поклонениях. Это как? Замахнулся на вселенское зло, а сам мелко нагадил по три. Это прекрасно. Какой-то взгляд вперед. 3426 отрывок. Ааа. На видео пишут. На видео пишут. На видео пишут. Все. Текст был английский, я понимаю, да? 3426 говорит о том, что обдумай, а в связи ты ноги твои и пути твои не будут тверды. Очень известный отрывок. И мне он очень нравится в вопросе поклонения. Не потому, что он с поклонением связан, а потому, что он связан с организацией процессом. Если ты хочешь, чтобы твои пути были тверды, вы же хотите, чтобы пути были тверды, значит надо подумать, что дальше. То есть одно дело нарисовать перед собой тайную мечту, потом спустить ее до практического уровня. Хорошо мы сюда придем. Но есть множество шагов, как прийти сюда. И это не случится, если ты не будешь планомерно шаг за шагом. Для примера. У меня еще понравилась одна песня, которую я решил взять в команде прославления. В позапрошлом в том году. Но не важно. Очень понравилась. И я думал, что она достаточно простая. Но когда я принес ее в команду, мы ее там пару репетициями потратили, они поняли, что тупик. Но просто не идет. То есть не хватает, может быть, этого уровня профессионализма. Просто она как-то не ложится. Все как-то не складно. То есть решение было таким. Чем мы будем учиться? Мы просто ее убрали. Мы не готовы. То есть мы можем, конечно, но это будет не тот результат. Мы убрали до какого-то времени. Может быть вернемся. Это и к тому, что надо действовать планомерно. Нельзя из пункта А прийти в пункт С. То есть должен быть пункт Б где-то по дороге. То есть если вы дробите ваши задачи в одной части, вам проще будет двигаться. Итак, мы закрываем первый пункт. Видеть цель. И контрольный вопрос по этой теме. Насколько ясно, ты видишь свою цель в служении и прославлении? Свою цель. Свою цель. Это не прерогатива только лидера. Это истерический служитель. Истерический служитель. Скорее всего теперь есть какие-то цели, мечты и планы. Окей. Это мы с первой частью разобрались. Идем дальше. Вторая часть. Верить в себя. Помните я об Абдулов сказал? Абдулов? Да. Верить в себя. Интересная вещь, что в такой формулировке в Библии, на мой взгляд, нет. Верить в себя. Обычно верить в Бога, честно говоря. И это правильно. То есть нельзя верить в себя больше, чем в Бога. Нельзя верить в собственные силы больше, чем в Бога в себе. Да. Здесь момент наоборот. Сила Бога больше всего проявляется, когда мы слабы. Казалось бы. Нет, так это и есть правда. Но есть одна поправочка. Давайте посчитаем Холосянам 1 глава стих 29. А до этого было не интересно. Уже теплее. Хорошо. Здесь Павел пишет. Холосянам 1 глава стих 29. «Почевую тружусь, я подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». «Сила Бога, действующая во мне могущественно», пишет Павел. «Я вот до сравнения других переводов мне достиг, очень нравится». «Ради этого, собственно, я тружусь и борюсь, применяя силу, исходящую от него, которая мощно действует во мне». И третий вариант перевода тоже. «Я тружусь без устали, располагая на моем поприще могучей силой, заложенной в меня его трудами». Это очень круто, что мы, воздавая основу Богу, это не значит, что мы должны себя дискредитировать. То есть мы здесь вообще никто, только Господь. Это выглядит скромно, но на самом деле не совсем верно. Потому что именно через тебя Господь действует по какой-то причине. «По какой причине?» «Отдайте ваши тела жертву, святую, угонную для разумного служения». «Для разумного служения» это означает, что не просто отдал свое тело и выключил мозг. «Отдай свое тело для разумного служения». «Через тебя может Бог работать или не работать, в зависимости от того, отдал ли ты себя ему в жертву». «Но тебя никто не исключал из процесса». Понимаете? «В жертву в живую». «В живую». «Полу-круто, да, в мертвую жертву». «Я почему именно эту тему хотел сказать?» Нам очень нужна уверенность, ребята, очень нужна уверенность. Служение в церкви любое, в том числе и наше, требует веры в собственное избрание и призвание. Если вы хотите служить в церкви хорошо, вам надо верить, что вы подходящий для этого человека. Что если вы думаете о себе, что вы не подходящий для этого человека, скорее всего, вы не будете служить в церкви хорошо. Скорее всего, это будет время на явление, которое сомнительное слава Богу принесет. Почему я так говорю? Сомневающийся не думает получить что-либо от Господа. Вот ты засомневался – вот все. Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях. То есть есть вопросы, в которых нам нельзя сомневаться просто. И как написано на Павел, что писал Петр. Павел, делайте тверже ваше избрание и призвание. Нам нужна именно эта вера, что через меня Господь может сделать классные вещи. Не занижать значимость собственной роли. Вот так скажу. Заметьте, в этом отрывке, который мы считали первой классовом 1929, говорится об упорном труде. Павел говорит, поэтому я и тружусь упорно. Потому что Бог тюрьмян обычно делает свою работу. Будете ли вы трудиться упорно, усердно, если вы не уверены, что это вообще ваше дело? Если вы не уверены, что оно мне надо, то вы не будете в этом трудиться. Просто по долгу сердца не будете. Это вам не интересно. 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 7. Все еще интересно, нормально? 1 Коринфянам 12, 4 и 7. 1 Коринфянам 12, 4 и 7. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, и Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Крутой отрывок, говорящий о том, что мы все разные. Это очень круто, что мы все разные. Я какого-то недавнего времени верил в стандартизацию служения прославления в церкви. Ну как недавнего, не то, что прям совсем. Ну вот несколько лет назад еще я верил, что нам надо, к примеру, договориться о едином наборе песен. О едином исполнении норов. Мы же церковь. Ну вот этот отрывок говорящий, вот обратите внимание, не просто то, что дары различны, а тут написано действия различны. И то есть толкает меня к пониманию, что мы можем по-разному действовать. Вот реально. Вот кто сказал, что нам надо действовать одинаково? Если у нас стартовые позиции разные, мы же разные, стартовые позиции у нас разные, значит нам надо действовать, исходя из своей веры. И это нормально. Да. Пример. Я, скажем так, у меня есть некоторый набор инструментов. Примерно там всяких молотков там, шуруповер, какие-то овзики там, болгарки. То есть я люблю заниматься. У меня все это есть. Примерно там нет. Как вы на этом играете? Устышки на билеты не видел? Есть ногу. Смотрите. Я думал, давайте вообще меня сейчас поймут. Скажите, гвоздь можно забить чем-то кроме молотка? Да, можно. А я в лапе еще не могу. Бонтеровкой можно, плоскогубцами можно. Кирпичом. Кирпичом можно, да. Это вообще не инструмент. Можно винт завернуть ножом. Можно. Смотрите. Может показаться, что здесь на самом деле все инструменты взаимодействуемы. На самом деле, а зачем там такое разнообразие? Для чего нужно? Потому что, во-первых, это удобно, когда инструмент подходит. Во-вторых, это качественно. Ничего при этом не ломается. То, что придет, на самом деле хорошо держится. Это подходит для этого. А почему это? Сейчас. Смотрите. Получается хуже, если пользоваться не этим инструментом. Получается хуже, ты делаешь эту работу дольше и тебе вообще неудобно. А к тому это говорю, что, например, есть у меня вопрос. А на своем ли я вообще мести? То есть мы все обладаем разными талантами, разными дарами. Нормально, позволительно разные действия. Но! Может быть я не то делаю? Может я не свою работу? Может я делаю работу другого инструмента? Вы понимаете, что я говорю? Да. Теоретически можно, как воскорубленные гвозди. Но это не совсем то. Это не совсем правильно. Это не совсем я подхожу для этого. И это как бы толкает к рассуждениям о некотором поиске. А куда же я лучшим образом подхожу? Да. Вы понимаете? Да. Да. Вот пример. Лет 15 назад Валя Лешенко очень вдохновлял меня служить прославлением. Очень. Он в Зале Натальской ходил за мной и вдохновлял меня служить прославлением. И я вдохнился как только мог. Смотрите, я к тому времени уже был профессиональным музыкантом. Но я не верил в то, что это мое избрание. Почему я не верил? Потому что я не видел вообще, как я могу себя применить. Потому что то, что я видел, как стандарт в 15-летней давности, я в него по своим собственным меркам никак не вписывался. Ну никак. Ну да, я, ну ты знаю, да, я там что-то могу соответствовать теме. Но я не чувствую себя. Я как инородное тело. Вы понимаете? А другого стандарта уже не было. Поэтому или так, или никак. Потом Лина стала моей подругой. И Ваня с Машей сказали, о, наконец-то сейчас все растется. Ну так ничего не срослось. Как бы, я как не хотел их. И знаете, потом был момент, я сейчас расскажу. Для меня, на самом деле, был очень такой урезинный случай. Где-то я слегка поддался и пошел, и встрял какое-то там в утупение. И вот была одна ситуация. Помните песню? Нет, Нинатина. Своя базная песня. Такая. Ну неважно. И вот представьте. Какая-то конференция была, по-моему, Лидерская, если ничего не путаю. Где-то там, в пафосном зале, где-то в центре Москвы. И собралось там человек, наверное, 150. Не знаю. Много людей. И вот гиперидея выучить там эту песню. Эту песню никто не знает. Пока. Вот пришло время ее выучить. И значит, 4 человека, то есть Таваня с Машей, мы с Линой. Мы как бы должны показать 4 партии. И никто же мелодии не знает. Еще пока. В зале. То есть мы там быстренько выучили. И я показывал партию баса. И ошибкой, наверное, было то, что мы с этого начали. И я, если вы помните, там... Там-дам-дам-дам-дам-дам-дам. И вот была ситуация, на самом деле, у меня очень важная и поворотная. И вот мы всем сказали, мы сейчас поем песню. Мы начали с того, что я показывал партию баса. И народ в зале весь, который был, просто стали ржать. Нет, это правда смешно. Если посмотреть на это объективно, то это смешная партия. Но представьте мое состояние, когда я вообще не хотел в это ввязываться. Я где-то на грани согласился. И вот стою. И люди, которые меня не знают даже. Как бы основной, почти никто. И я себя, на самом деле, достаточно унижен чувствовал. И мы как-то там до конца доползли. Что он вышел на сцену, как всем вкатил там, типа, что, знаете, так нельзя. Я после этого сел. Я уже не думал о конференции, как бы. Я сел и говорю, я никогда. Никогда уже не делаю ничего такого. Вы понимаете, я себя чувствовал инородным телом. Я как будто делаю что-то, но вообще не свое. Я не подходящий инструмент. Я 17 лет во Христе. Только пять лет назад я по-серьезному встрял в прославление, потому что я увидел возможность, как я себя буду здесь реализовывать. Спасибо. И если вы были в хоре Московской церкви, вы, может быть, даже это помните. То есть я ввел ход, я никогда не пел там. У меня административные функции. Это потому что я себя чувствую, я не мое. Это как 300 тысяч долларов. Не твое. Задать себе вопрос. Как вы думаете, вы на правильном месте находитесь сегодня? Вы подходящий ли инструмент? Может быть, вас Господь чему-то другому направляет? А вы прямо как в одном. Я гипотетически, да? Или, может быть, наоборот, скажешь, я точно на своем месте. Я сейчас еще больше убедился. Поэтому никто не смеялся, когда вы сидите на своем месте. Вот. Так он включен. В качестве шутки. Когда я готовился к оповеди, написал хор в Московской церкви Христа и случайно пропустил букву, у меня получился «О, Московский церкви Христа». Нам надо проверять, подходящие ли мы люди на своем ли мы месте. Дары разнообразны. У нас нет недостатка ни в каком даре, говорит Библия. То есть каждый человек может использовать свои таланты для Христа. Но бывает так, что очевидно, например, не получается. И надо поставить вопрос под сомнение просто. Спросить других, что ты думаешь, что ты думаешь, у меня получается или нет. Вот эти все процессы. Не могу про Лину не сказать, мы с ней договорились. Лина всегда мечтала петь сольно, песни. Но Господь же там таланты разные дает. Поэтому Лина побольше, в своей части, стояла к заму спиной. Дережируя форму. Иногда мы предполагаем, Господь предполагает. И к этому надо нормально относиться. Очень нормально, что есть какие-то поправки. И динамика Наталья Мерслина у нас сейчас такая луна в команде прославления. Мы не строим уже на ней бокальные партии. Это все люди думают, что на самом деле мы не строим. Но она не изменима, чем в других вопросах. Потому что музыкальное образование, и все деки пишут, и все дела, и соседей все учат. То есть есть закулистные вещи, которые будут приниматься неправильно. Но в общем надо искать свою роль даже внутри команды. Если вы там даже давно в этой команде, будьте уверены, что вы своим делом. заняты. И так. А если мы еще к словам Павла вернемся. Сила, действующая во мне могущественно. Я думаю, это означает то, что именно служение способствует тому, что сила Бога действует могущественно. Если ты просто ничего не делаешь и ждешь, что сила Бога будет действовать тебе могущественно. Скорее всего будет восемь, и не так. Итак, вывод второго пункта. Верить себя он называется у меня. Но больше я хочу сказать, искать свое призвание, найти его, укрепиться в нем и не сомневаться. Так, двигаемся дальше. О, сейчас вообще интересно будет. Не замечать препятствий. Не замечать препятствий. Фраза означает, что препятствия точно будут. Вы чувствуете, что у вас здесь препятствия? Да. Они никак не заканчиваются. Знаете, препятствия, вот я вам скажу сразу, препятствия нельзя не замечать. Как тебе их нужно замечать, они есть? Больше, наверное, надо подумать о том, как нам преодолевать препятствия, что с ними делать. Здесь я хочу начать с размышлений на такую тему. Мне видится, что сейчас самое благоприятное время для быстрого развития поклонения в церковь. Именно сейчас. Я вчера смотрел один урок какого-то партиста украинского, говорящего о прославлении. Слабенький урок в том плане, что там никого дедоволтынка в битве не прозвучало. Все свойство просто к тому, что прославление важно. Но интересно было, что он рассказал несколько историй о советском времени. Как баптисты в советское время организовывали своими служениями. Они же вообще изолированы от всех, можно сказать так, и по наблюдениям властей и так далее. Мне интересно было, что он рассказывал о процессах, которые в несколько другой форме, но тоже мы с ними и сталкиваемся. О неприятии церквями новых песен, новых жанров, какие-то вот такие вещи. Мы, на самом деле, через похожие вещи проходим, может быть, немножко другой стилистиковой уровень. Но, в принципе, это все очень похоже. И когда я слушал его истории про советское время, где нет никаких ресурсов, нет никакого интернета, никакие ноты не купишь, текстов нет. Из рамбежа помощь отрезана. Ну вот, я размышляю, да? Думаю, какие мы вообще богатые все. Чего у нас? У нас все есть. Аппаратура есть. Раньше не было. Раньше мы три гитары втыкали в один непонятный кубик, шнуральные, которые сами паяли. А сейчас все есть. Чего нам не хватает? Ресурсы есть. В интернете полно. Музыка, песни. Что хочешь, найдешь. Связи есть с разными церквями. Найдем в связи, что хотим. Сейчас очень-очень благоприятное время. Надо действовать уверенно и быстро. Я все про интернет. Но, если вам приходилось, вы как-нибудь искали, какую бы действие взять этой команды. Завязали в интернет. Наверное, вы заметили, как ноты там суррогат или качество. То есть, я имею в виду из русских. В Западе еще на что-то можно посмотреть, но когда ты что-то русское пытаешься найти, то есть, это или кривая переведенка, а ты думаешь, я не готов это просто церковь петь. Или там что-то ломается более-менее ничего, но ты думаешь, ну как-то мы испорми, там все как-то странно. То есть, на самом деле, возможности полно, а как-то не движется ничего, особенно все равно. Я хотел вот этим третьим пунктом побудить всех просто быстро действовать. Вот так можно сказать. Не просто удерживать то, что есть. Ну, представьте, мы сейчас с вами договоримся, что мы не будем никуда развиваться. Вот вы наработали репертуар, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то западе 50, песен классного, у кого-то меньше. Неважно, мы давайте договоримся, законсервировались, вот наша церковь. То есть, это утопический путь. Почему? Потому что в проповедь о талантах, о мешках серебро, человек, который просто на удержание работал, который просто не потерял, стрём, лукавый, неверный, рад. А те, которые пытались извлечь какую-то выгоду, те вознаграждены. Но, чтобы извлечь эту выгоду, они же должны были рисковать, они же должны были это отдать в надежде получить. Если мы верим в то, что, скажем, риска быть никакого не должно, все должно быть четко, понятно, проверено, это путь на удержание из плеча талантов. Но лучший путь, мне кажется, это развиваться, как-то вкладываться. Хотя мы говорим об этом уже давно, уже пять лет назад, мы сделали конференцию «Современная церковь», вот там мы поднимали эти вопросы. У нас по-прежнему до сих пор, у нас есть проблемы идеализирования образа собраний 90-х до сих пор. У вас есть регион такая? Мы сталкиваемся с людьми, которые до сих пор верят, что это самая лучшая модель, которая была, это вот в 93-й год. мы до сих пор не можем, как церковь, может быть, я не говорю про всех, в частности, как церковь, мы до сих пор как будто не можем осознать такой момент, что если мы защищаем нашу субкультуру, мы закрываем двери церкви для новых людей. Евангелие от Луки 5 глава стих 39. Это размышления Иисуса на тему «Старое вино», «Новое вино». стих 39. Никто, никто, пив «Старое вино», не захочет тотчас молодого, ибо говорит «Старое лучше». Понятна мысль? Никто, попробовав «Старое вино», не скажет, не захочет «Молого вино». Старое всегда лучше. Люди по складу консервативные. По складу, вот в институте проходили маркетинг, там 95% людей плохо реагируют на новшество. Только и 5% реагируют позитивно на новинки. 95% реагируют очень осторожно. Ну, разная степень осторожности там, да? Но только и 5% от населения. Вы, конечно, скажете, но я тут самый, как говорится. Вообще не факт совершенно, да. Потому что даже продвинутые люди какие-то, которые даже гонятся за модой, все равно есть внутренние какие-то противоречия. Конечно, в церкви, если вы захотите сделать что-то новое, будьте уверены, народу это не понравится. Это действительно круто. Никто не хочет, я скажу конкретное дело, потому что измерения же нам нужны все равно. Никто не хочет непонятных изменений. Вот пример. Летит самолет, представьте себе, любой пассажирский самолет. Сколько ему нужно пролететь километров, чтобы он сделал крюк и развернулся в противоположном направлении? Чтобы он развернулся на 180 градусов. 50 километров надо пролететь. Если вы спросите пилота, как его мыть, а можно ли быстрее? Ну, он скажет можно, но это будет дискомфортно для тех, кто там летит. То есть с комфортом, ну то есть это будет явно. Это и с чему? Если вы хотите что-то радикально изменить в прославлении, и время от времени у нас появляются такие идеи, надо вот это изменить, вот это изменить. Надо понимать, что процесс никогда не будет быстрым. Если ты хочешь, чтобы плавно все, чтобы люди были позитивные, и все тебя поддержали, и всем было комфортно, то это вот как бы лишний крюк. А быстрые движения, то есть можно сделать, конечно, но это будет жестко, утомительно для церкви. Я слышу вам в одном примере, где в какой-то конференции видуство церкви вернулось и в один день изменило все. Типа у нас теперь будет вот так. И народ вышел из зала просто. Такие вещи не надо делать, да? Но нам надо понимать, что никто не хочет новое вино, если есть хорошо проверенное старое. Это процесс, который занимает время. Но, тем не менее, надо двигаться все равно. Знаете, когда легко, когда можно быстро изменить направление? Чем ниже скорость, тем быстрее ты меняешь направление. Если стоишь, то ты вообще правильный. Правильно же? Да, без замолцев. Без замолцев. То есть это самая удобная позиция, ничего не делать и быстро изменить. Ничего не делать. Но если мы разогнались достаточно сильно в чем-то, и нам надо что-то изменить, это бывает непросто. Мы говорим о препятствиях. Но нам по-любому нужны изменения. Нам надо продолжать меняться. Потому что церковь образа 90-х не обратит людей образа 2010-х. Протесты, да? 2010-х. По-любому изменения нужны. Я сделал два наблюдения. Поделюсь, мы сейчас прощим, отрывок. Мне видится так, что извне нам никто не мешает особо поклоняться Богу и избужение это как-то укреплять. Извне у нас нет врагов. Ну, мир, я сейчас не говорю, но все равно, как мы их называли. Да, да, да. Поэтому препятствия возникают не от мира. Препятствия чаще всего возникают внутри церкви. А еще дальше мысль вот такая, что и это даже не самая большая проблема. Самое большое препятствие это вкуса себя внутри. Преодолеть какой-то барьер, чтобы приготовиться к чему-то новому. Вот отрывок от Луки 7 глава, стих 31-34. Я думаю, это очень подходящий отрывок для команды прославления. Для любой команды в любые времена. От Луки 7, 31-34. Сейчас мы прочтем. Господь сказал, с кем стрёмны другие роды сего, кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, включат друг друга и говорят по пению. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Мы спели вам радостное что-то. Вам сказали, а чего вы харизматичные такие? Вы взяли какую-то песню, чтобы она была пониктовенная, отражала вам, например, скорбь. Вам сказали, что у вас так мурашно все. Были такие замечательные? Да. Мне кажется, постоянно бывает. Но если посмотреть в корень отрывков, смотрите, дело-то не в пении. Там даже Иисус объясняет, что вот пришел Алан Креститель, он этого не ест, этого не пьет. В общем, он такой аскет. А вот пришел сын человеческий, он и ест, и пьет. И то вам не нравится, и то вам не нравится. Я думаю, это интересный момент. Никогда мы не будем той командой прославления, которая всем понравится. Просто надо знать и не париться вообще по этому поводу. Я был склонен париться по этому поводу, честно говоря. Меня обижали высказывания каких-то людей. Особенно тех, кто не понимает ничего, но все равно высказывает. Это обидно было слышать. Но вот отрывок? Никогда. У людей создается какой-то духовный образ. Как должно быть вот так? Ну, вы же не можете телепатическим путем узнать все духовные образы людей в зале и делать для того, что вы верите. И это точно, точно будет кому-то не нравиться. Вы можете пойти по пути Иоанна Крестителя. Строгость, минимализм, акапелла, жесткая. И будут люди, которым это не понравится. Вы можете пойти по пути Иисуса. Свобода, вино, грешники. И это тоже кому-то не понравится. Совершенно не важно, какой вы стиль на территории. Главное, что вы не попадете. И знаете что? И не надо попадать туда. Верите ли вы? Такой вопрос вам задам. Верите ли вы, что должен быть баланс между разными стилями служения? Да. Кто верит, скажите? А можете сказать, почему? Потому что разные люди, разные вкусы. И каждый услышит свое что-то. Но если одно песенство услышит, то уже будет круто. Спасибо. Это аргумент, который чаще всего приводится. Например. Но знаете, я вам скажу честно. Соглашайтесь со мной. Верите, я не верю в этот принцип абсолютно. И я вам скажу. Я вам скажу. Вы хотите, то есть это вопрос как бы свободы мнения очевидно. Но. То есть я вот не вижу ничего в Библии о балансе. И когда звучит особенно фраза «разумный баланс», то это вообще как загадка, что это значит. То есть я как бы не возьмию чужую точку зрения и объясняю свою. То есть я вижу так, что если чему-то себя посвящаешь, то в этом надо двигаться. И склонен считать, что, ну, к примеру, разности львы. Я думаю, что, например, в рамках разных собраний это еще можно сделать. Но когда это одно собрание, это как соленое бурец и молоко. То есть это разные вещи, которые не вполне совместимы, скажем так. То есть я эту точку зрения не пропагандирую, но я вам так считаю это важным сказать на самом деле. Где в Библии про баланс? Различные дары. И будь всем для всех баланс. Всем для всех, чтобы? Некогда приобрести. Чтобы приобрести. Вот этот момент, на самом деле, очень важный. Всем для всех не просто, чтобы быть всем для всех. Я весь для всех. Смысл, этот же вот всем для всех, для людей, для подзаконных, сводится к тому, что должны люди обращаться ко Христу. И если смысл, то просто угодить всем людям в вашем регионе, это не тот смысл, который Павел это закладывал. И вы все равно не угодите. То есть потому, что вы это раньше уже говорили. Гости тоже есть. Гости есть. Вот этот момент, на самом деле, ребята, сложный. Поэтому я с этого и начал. Мы можем застрять и не развиваться. Я верю, это не совсем. Тот путь, который Господь предлагает. Люди другие. Люди другие. Мы крестились с божествой знакомом в 90-е годы. Но сейчас другие люди. Совсем другие. Нельзя сказать, что те же методы будут работать. Ну это ладно. Вопросы мнения. Опять уходим. Все равно людям, не всем понравится то, что мы делаем. Вот в нашем регионе, в Новго-Востоке, я хочу сказать. У нас мы довольно четко выбрали позицию. Мы отказались давно, уже не сказали должен быть капеллу. Вообще. Не потому, что это не достойно жало. Поверьте, вообще не поэтому. Просто потому, что у нас есть уведение для наших собраний. И, конечно, были люди, которые были недовольны. Сразу были люди. Первое, что случилось, это лидер пения, который играл в пение. До того, как я его взял, он сразу ушел из церкви. Сразу. То есть для меня это было испытание, а правильно ли я делаю? Это первая вещь, которая случается. Вы понимаете? И здесь, на самом деле, я вам скажу честно, я засомневался. Я заколебался. 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 И еще, и еще. Камера еще одна. Одна сестра ушла через какое-то время тоже по причине прославления церкви. Мы потеряли два человека из региона. То, что я точно знаю. Еще пять регионов есть? Ну, так по регионам видать разные стили. Вы на зале. Ой, ну, можно. Я, наверное, что-то. Я это сильно смутила, но мы это советовались с группой братьев. С лидерством опять. Получается, как бы так. Вот мы видим, как нам двигаться. Мы начали с прославлением двигаться. Это вызвало общественный резонанс сразу, конечно. На самом деле, большинство людей были очень позитивны. И мы старались это отслеживать с помощью множества анкет каких-то. Отзывов, там, на карточке отзывов всегда. То есть, старались за этим следить. Но люди были такие. И знаете что? Показательный пример. В прошлом году у меня был СДО с братом один в нашей регионе. Который как раз относился к той категории, кому не нравилась вообще эта идея. Он классный брат, очень давно присутствует. И вот его слова. Он говорит, мне по-прежнему не нравится это. Вот я смотрю, то есть я вижу, что вы там в репертуарном обросли. Вижу, что у вас там получается там что-то. Молодцы. Я вижу, что вроде неплохо. Но мне не нравится. Я люблю другое. Я хотел бы видеть там вот такой формат. Он потом говорит, но я понимаю, я вас понимаю. Я понимаю для чего. Нравится или не нравится мой внутренний вопрос. Я понимаю для чего вы это делаете. Я вижу плоды того, что вы делаете. И я с этим согласен. Это вот то, что так хотелось слышать. Что вопрос мнения всегда останется вопросом мнений. Но люди поверили. И это не случилось вообще вдруг. Это было столько всего. Это как самолет, который... Ты не слышишь, когда сильный вираж был? Я думаю, что там был сильный вираж, честно говоря. Я думаю, что если бы была возможность сделать сейчас все заново, то мы бы, наверное... Я думаю, что я бы на первом этапе двигался медленнее. Но у нас не было опыта. И нам не у кого было спросить. А у кого нам надо было спросить? Где у нас есть еще? Вот. Такие дела. Но на самом деле, если говорить... Дед Вираж был взгляд по плодам. Мы можем говорить о том, что два человека ушли. Но мы можем говорить, что у нас за пять лет семьдесят человек крестилось. Ну да. Вы знаете... Присажаем. Да. И мне очень жаль, что если люди выходят из церкви, из-за того, что им что-то не нравится музыке... Ну, последняя мысль, наверное, о том, что... Я уже там немножко сказал про сорократное видео о расплавлении в интернете. То есть, я думаю, что надо... Ну, на самом деле, если мы обладаем достаточными талантами... Я думаю, у нас полно талантов у людей в церкви. Нам надо хорошо работать, чтобы предложить церкви что-то лучшее. Честно говоря, в последовреме есть такие тенденции. Мы берем классные песни в разных регионах, разные вещи делают. Это как раз то, что надо. Я думаю, я не знаю, как вы нацениваете их, что поддерживает вас, какие вы стимуляторы или вдохновлялки находите в вашем служении. Мое лучшее вдохновение, когда я вижу просто счастливую церковь, которая в твоем вдохновении появляется. Тут больше ничего не надо, честно. Когда ты смотришь на людей, которые просто счастлива поклоняются, они перекрываются вдруг. Что здесь происходит? Это признак. Для меня этого достаточно, чтобы просто продолжать заниматься этим делом. Итак, преодолевать препятствия. Вот о чем. Не уверен, правильно ли вы поймали мои мысли, поэтому скажу так. Это преодолевать препятствия какие-то, которые есть в нашем служении, это чаще всего значит внутренние барьеры преодолеть свои. Самому быть легким, а не консервативным, не ортодоксальным, а легким. Это как «Пойте Господу новую песню». Не зря же это новую песню. Новое веяние, новое сердце, обновленный разум. Вот эти все вещи, которые из Библии, связаны с каким-то обновлением. И тогда вы познаете, что есть воля Божьей. То есть постоянно какое-то обновление. В общем, смысл этого пункта в том, что нам нельзя законсервироваться, нельзя закостенеть. Надо быть открытым и свежим. Последнее и обещанное. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вы скажете, что в Библии об этом есть? Я вам скажу, есть. Римлянам 13 стих 14 надо в том, чтобы облечься во Христа. Между делом я вам скажу. И Римлянам 6 стих 11 во всеоружие Божье облекитесь. Римлянам 13 стих 14. И Римлянам 6 стих 11. И Римлянам 13 я прочту. Колоссянам 3, 12, 14. На этом и закончим. Колоссянам 3, 12, 14. Итак, облекитесь. Вы про одежду если говорить? Костюмчик. Облекитесь, как вызданные Божьи, святые, возлюбенные, в милосердие, в благость, в мирномудрие, кротость, благотерпение. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств. Ну, конечно, надо сразу вам запомнить, я думаю, про костюмчик. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что на самом деле главное. Что на самом деле главное? Если мы уберем Христа и Его любовь и милость из нашего служения, то мы занимаемся чем? Мы занимаемся маркетингом, мы занимаемся шоу, мы занимаемся бездушным бизнесом. Как нам организовать, чтобы все люди привязали? Именно присутствие Христа в нашей жизни делает, на самом деле, все живым. Главное, чтобы костюмчик-то сидел, не забудьте как главного. Но можно все эти вещи проработать, можно все организовать, нужно быть очень уверенным, и все будет круто, и спеть круто, и репетировать. Ну, костюмчик-то можно. Без Христа-то никак, без любви-то никак. Аминь. Главное – облечь себя во Христа. Подражать Ему, служить Ему, а не своим амбициям. Доверять Ему, любить Его и как Он. Это главное. Главное, чтобы костюмчик сидел. Это все, друзья. Я очень надеюсь, что этот фильм вам глаза помозолит. Как бы все это вы будете на Новый год вспоминать. Такие дела. Спасибо вам, ребята. У нас еще 20 минут. У вас такие встречи два раза в год будут. Сейчас, в этом году, это уже вторая, да? И в следующем году будет такие встречи, парочку весной и осенью. Поскольку у нас мы уже здесь, у нас 20 минут еще есть, может быть, мы сделаем какую-то дискуссионную… Да, да, да. О чем захотим? Что, мы шкафим? Нет? Попробуем. Ну…